Сайт www.iton.tv.com. Русское телевидение Израиля представляет. Здравствуйте! Вы на канале Iton TV и смотрите программу «Тема дня». В эти дни все средства массовой информации так или иначе вспоминают Реля Шарона, рассказывают об его жизни, о том, каким он был, каким он был политиком, каким он был человеком, каким он был военным. Мы решили поговорить с человеком, который много лет, более пяти лет, даже более семи лет работал с Ариэлем Шароном бок о бок и знает его, знал его очень и очень хорошо. Юлия Брая, советник Ариэля Шарона по связям с русскоязычной прессой с 1999 года, а в дальнейшем советник премьер-министра, когда Ариэль Шарон стал премьер-министром. Юля, добрый день! Здравствуйте! Юля, скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Шароном? Когда это было? Юля, сразу же после университета, закончив Барыландский университет в 1999 году, Ариэль Шарон, когда победил на праймерис в Ликуде и возглавил партию Ликуд, набирал людей в партию на работу и он искал русскоязычного пресс-секретаря. Тогда пресс-секретарь был Ферракунис, нынешний депутат. И так получилось, что узнав об этом, я поступила работать туда. В 1995 году я репатриировала, в 1999 году я попала работать с Эрелем Шароном. Какой первый раз вы увидели? Это была необычайная честь, как бы мне, как я сейчас понимаю, выпала тогда и работать с таким выдающимся человеком. Какое впечатление он производил? Вот первое впечатление, когда встречаешься с человеком на близком расстоянии, да, то есть лицом к лицу. Ну, на самом деле, действительно, первое впечатление, которое он произвел, наверное, это немного смешно, но это такой дедушка, вот дедушка, такой располагающий к себе дедушка, приятный. Потом, конечно же, когда начинаешь узнавать о нем больше, понимаешь, что он, кроме этого, он сумасшедший джентльмен, галантин, как он замечал какие-то детали. Ну, человек, который видел все, несмотря, знаете, что после ранения у него не очень было зрения, но видел, наблюдательный человек, работать с ним было одно удовольствие. Вокруг себя всегда, вокруг него были люди очень приятные, умнейшие, толковые, доброжелательные, атмосфера в канцелярии и в партии была очень приятная. Ну, я прошу прощения, а как вот этот его имидж, такого решительного, смелого, такого бульдозера, человека, который может сдвинуть горы? Вот этот имидж не всегда в прямом общении заметен, но, конечно же, человек, который, он выслушивал всех, он выслушивал меня, да, совершенно юного человека в те годы, но он принимал решение. Если он принимал, то есть мы знали, что Рель Шарон, Арик Шарон это решение выполнит, то есть он пойдет до конца, если он принял решение, это решение. Вы знаете, я помню в 99-м году, когда я начинала с ним работать, знаете, отношения было, то есть когда я начинала только звонить и общаться с прессой, например, мне говорили, ну, это же временное. Вот, на самом деле, никто тогда не верил, что Рель Шарон, вот этот герой, этот великий человек, этот воин, этот генерал, ну, какой он премьер-министр? Никто не верил. Он тогда был просто председателем партии Ликут. Партии Ликут, никто всерьез не верил, причем тогда партия была в достаточно плачевном состоянии, 19 мандатов, тогда это было две крупные партии, партия Вуда и Ликут, и 19 мандатов, конечно же, это мало. И говорили, ну, пару лет, потом вернется, наверное, на Таньяу и все, посиди пока, девочка. Вот примерно такое было отношение. Ну, я помню, это тяжелые годы, конечно, для, с одной стороны, это годы, когда, значит, мы понимали, что в конце концов мы добьемся своего, потому что с таким человеком, как Рель Шарон, если он чего-то хочет, то надо. Он побеждал всегда, он побеждал на войне. То мы добьемся. С другой стороны, он пережил тогда и трагедию, как раз ушла Лили. И были ситуации, когда, я помню, его сидящим, вот сидел он один в кабинете и смотрел на, принесли ему такие вот опросы последние. И вот по опросам, это сегодня легко, но тогда это было сложно воспринимать, что вот Рель Шарон когда-то будет премьер-министром. Тогда никто в это не верил, действительно не верил. И вот он по опросам говорит мне, вот смотри, мы, я если буду, я даже больше набираю, чем если партию возглавит Бенемин Натаняло. Ну, конечно же, у меня не было никакого сомнения. Но вокруг было тогда мало людей. То есть никто не ожидал. Потом стало вокруг, конечно же, когда мы уже в канцелярии намного больше вокруг людей. Тогда немного был небольшой круг людей, поддерживающих его. Это Умри Шарон, прежде всего, всегда был с ним. Это Ури Шани, который возглавил тогда партию, который сделал много, чтобы Ариэль Шарон пришел к власти. И в 2001 году, после упорной работы, Ариэль Шарон пришел к власти. За то, что он говорил и понимал по-русски. На ваш взгляд, это сыграло какую-то положительную роль в том плане, что русскоязычная часть Израиля проголосовала за него. И помогла ему стать премьер-министром. Конечно. Ариэль Шарон, на самом деле... Он встречался с избирателями. Ариэль Шарон, на самом деле, очень любил русскоязычных репатриантов. Действительно любил. Он открывая отделение партии с 99 по 2001 году. Дело в том, что политика была немного другая. Биби не верил, что они нужны. Он закрывал их. Шарон считал по-другому. Мы открывали отделение партии. И, знаете, при каждом вот таком вот выезде, обязательно, это раз в неделю, по всей стране мы ездили, по всей стране раз в неделю, обязательно в любом уголке страны, он обязательно в конце встречался с русскоязычными репатриантами. И так получилось, что мне приходилось переводить. Ну, понимаете, у меня не было никакого опыта в переводе. Естественно, репатриарх в 95-м у меня была очень большая неуверенность. И при этом он меня все время еще поправлял. Он понимал русский язык и поправлял меня все время. Но потом все шутили, говорят, это просто его тактика такая. Все равно поправить то, что он... То есть он хорошо понимал. Он хорошо понимал. Знаете, насколько хорошо понимал он русский язык, узнала я даже не тогда, а когда в один прекрасный момент, долго думая, не очень хотели вокруг... Ну, он лично сказал, что он хочет и хочет, снимали грузинское телевидение-фильм. И снимали на его ферме. И тогда, в общем, на ферме в Хавата-Шикме мы, значит, снимали вот этот фильм. И, знаете, тогда это бывший посол, тоже Грузии, здесь в Израиле. Он переводил, он знал тоже очень хорошо иврит. И он отказался даже от перевода. То есть и там были такие тонкости языка, которые, я думаю, человек, который настолько хорошо понимает русский язык, не мог бы перевести. Он полностью переводил на иврит все сам. Все сам. Он стеснялся говорить на русском языке. Ну, у него был акцент. Да, у него был акцент. Но у него было очень личное отношение к русскоязычным репатриарам. Очень хорошее. Он всегда говорил о том, что, когда многие жаловались, часто люди жаловались. Он всегда говорил, не переживайте, это все пройдет. Это всегда какая-то волна Алии, она всегда немножечко издевается над другой. Но это все пройдет и все будет хорошо. Очень-очень любил музыку. Музыку также русскую очень любил. Ну, знаете, у него был диск даже, он слушал русскую музыку на иврите, правда. Ну, русскую музыку на иврите. Юль, давайте перейдем к моменту, когда он стал премьер-министром. Знаете, да, то есть огонь, вода, медные трубы. Огонь и воду Ариэль Шарон прошел в годы войны всех войн Израиля. Он участвовал во всех войнах Израиля. И тут медные трубы, он становится премьер-министром. Изменился он как человек? Как человек он, конечно же, не изменился. Он тот же вот бульдозер. Вот тот же Ариэль Шарон. Изменилось окружение. Премьер-министр. Окружение изменилось. Появилось сразу намного больше людей, честно говоря. Тогда был маленький круг людей. Вдруг объявилось очень много людей. Он же нет, он не поменялся. А на самом деле он... А еще я могу рассказать очень интересную историю. Дело в том, что именно с переходом в 2001 году у меня как раз родилась моя первая дочка. И как-то вот буквально сразу после родов мне звонят из канцелярии. То есть он меня в канцелярию забрал хорошо беременной, так скажем так. И мне звонят из канцелярии по поводу радиоройка как раз-таки договориться о интервью, которое я запросила. И я говорю, ну я только родила, значит, я передаю в канцелярию. Не успела я даже меня передать в палату. Как приходит громадный букет цветов от Ариэля Шарона. И мне, честно, вот так вот ткаюсь, то есть расскажу, сразу перевели в отдельную палату даже. Так вот даже повезло. Когда пришел букет от премьер-министра, сразу перевели в отдельную палату. То есть вот человек, который даже вот... То есть я разговариваю с секретаршей, как только он узнал, то есть моментально. Даже человек заботливый прежде всего. То есть вот это один из самых трудных экзаменов, испытания славы Шарон выдержал. Безусловно, безусловно. Мало того, он потом все время расспрашивал про дочку, все время интересовался, все время шутил, говорил. У него уже от Геляды тогда внуки, три внука тогда было. Он все время шутился. Вот подрастет только, пускай выбирает. Кстати, вот свою вторую дочку я назвала в честь Ариэля Шарона. Ее зовут Шарон. Да. Юлия, последний вопрос. Каким он вам запомнился? Ну, это гениальный человек. Человек, которых, наверное, нет, не будет, к сожалению. Это старое поколение людей. Великий человек. Человек, о его личных качествах я уже тут многое рассказала. Человек, которого, с одной стороны, боялись, называли бульдозером, ненавидели даже, да, враги. Которого обожали, называли там Мелох-Исраэль, царем Израиля. Ну, никто, никто не относился. То есть, все его уважали. Вот, ну, глубокое уважение к этому человеку. Это самые, наверное, лучшие годы жизни, которые были у меня. Это проработав с таким великим человеком. Юль, тогда я нарушу свое обещание. Это был предпоследний вопрос. Я таки задам последний вопрос. Смотрите, вопрос немножечко провокационный. Не хотите, не отвечайте. Очень много, многие говорят о том, что вот последнее решение, которое принимал Шарон, будучи премьер-министром, это выход из газы, разрушение еврейских поселений и так далее, что это как-то изменило его как фигуру такого политического деятеля. На ваш взгляд, чем это было вызвано? Почему он вдруг так резко изменился вот в последние годы? Это тяжелое было решение для него. Он тогда, в те годы, это буквально до... Вы были рядом с ним, то есть были какие-то внешние факторы, которые повлияли? Ну, личные факторы нет, потому что для Реалия Шарона не было никакой. Внешние факторы. Было на него какое-то давление со стороны? Ну, сегодня много говорят о том, что мы видим здесь, мы не видим там. Ну, я только могу сказать, что я знаю лично от него. Лично от него, то есть, я слышала, он считал, что то, что он делает, может сделать только он. Он считал, что это правильно. Он объяснял, что ни при каких соглашениях газа не будет нашей, нечего нам там делать, там погибают наши солдаты. А он как генерал, он не мог допустить этого. Он считал, что это то, что он сделает, может сделать только он, и это правильно. Человек, который всегда, всегда, все решения, он всегда говорил, я прежде всего еврей, я люблю свою землю, люблю свою страну, люблю своих детей, люблю свою жену. То есть, прежде всего, от этого я черпаю силы свои. То есть, этот человек руководствовался прежде всего этим. И неоднократно, хотя это был тяжелый-тяжелый период, я помню, он встречался с Митнахалим, с поселенцами тогда. Это было воспринято очень непросто с их стороны. — Ведь он был отцом-основателем этих поселений, он их создавал. — Да, тем более, да, он был отцом-основателем, да, ему было очень тяжело. Было страшно на него смотреть после этих встреч, вот действительно. Но он даже сказал, что мне вот лично, что то, что он сделает, сделает только он, никто больше не сможет. И я, пока я не вижу таких лидеров, которые смогли бы сделать то, что сделал Ариэль Шарон. Что он хотел, что бы дальше было, если бы он был сейчас с нами, мы не знаем, к сожалению, к сожалению. — Спасибо, Юля. Вы рассказали о человеке, о том, как вы его видели, как вы его знали, и это было интересно. Вы были на канале ТОН-ТВ и смотрели программу «Тема дня». Напоминаю, что мы беседовали с Юлией Брайя, пресс-секретарем и помощником Ариэля Шарона с 1999 года, бок о бок работавший с ним. Всего доброго, до свидания.